Добрый день! Сегодняшняя лекция посвящена формированию художественного языка Святослава Николаевича Рейха. Эта лекция продолжает цикл творчества Святослава Рейха. И у нас есть замечательная возможность полюбоваться выставкой прекрасного художника. Вы видите его работой из музея Востока, которая представлена в нашем музее на третьем этаже. Поэтому часть работ, которую я буду использовать в своей лекции, часть репродукции, обращаются к нашей выставке. Например, вот эта чудесная работа, очень свежая, очень светлая, очень радостная, «Сказки-бжунки». Она написана в 1363 году. Это работа довольно позднего периода, когда Святослав сложился как художник со своей творческой манерой, со своим языком, со своими мотивами и образами. И интересно было бы в лекции проследить, как же, собственно, это произошло. Святослав Рейх для нас связан с Индией, с ее загадочной, мистической и в то же время очень радостной культурой. С атмосферой праздника, с атмосферой красок, очень контрастных, зачастую, казалось бы, спорящих друг с другом, но в то же время очень звонких и тонко сгармонированных, в единый, звучный и выразительный колорит. А Святослав Рейх очень узнаваем. Это, в первую очередь, как я говорила уже, звонкие цвета. Это декоративность. Вот эта работа, как я уже говорила, тоже написана в 1963 году, поэтому здесь во многом прослеживается и общая тенденция того времени. Общая тенденция, которая начинается в 50-е годы и в отечественном искусстве, и в искусстве зарубежном. Это подчеркнутая декоративность. Декоративность и условность. В искусстве Америки и отчасти в европейском искусстве появляется направление поп-арт, которое копирует плакаты, афиши, даже особенности типографской печати. Укрупняет какие-то элементы, увеличивает элементы, показывает даже зерно. Конечно, это ирония над культурой и потреблением. Но, тем не менее, это направление довольно ироничное и очень явно отвечающее искусству постмодернизма, обыгрывая существующие тенденции, обыгрывая существующие традиции. Тем не менее, влияет и на все остальные направления в искусстве. То есть, подчеркнутая декоративность, яркость, плоскостность не случайно. И хотя в этой работе Святослава Рейиха поп-арт не прослеживается именно ни в содержании, ни в форме, но вот эта условность и декоративность тоже есть. Конечно, в этой работе Святослава Николаевича «Сказки джунглей» проявляется еще также не только условность, декоративность, яркость и красочность, но и особое внимание к человеку, к образу человека, к его характеристикам и психологическим особенностям. В данном случае сразу прочитывается образ Маугли, мальчика почти. Только что вышедшего из мира леса, из мира джунглей и действительно широко открытыми, восторженными глазами вглядывающимися в мир. При этом Святослав Рейиха, точно очень передавая внутренний мир в мир своих героев, всегда облагораживает их. Не сказала бы я, что идеализируют, но они действительно прекрасны. Вот персонажи очень не только образительные, но и очень симпатичные и благородные. Как же складывается? Это очень характерная, очень выразительная, индивидуальная творческая манера. Конечно, огромное влияние на художника оказывает и его отец. Я показываю работу довольно раннюю, еще русского периода, в творчестве Николая Константиновича Рейиха. Это «Сокровище Ангелы». Она написана в 1905 году. Мы увидим ее позже, уже в Нью-Йоркском музее. И мне кажется, это не случайно, мне кажется, это такой очень интересный, символический образ, где русская культура, обращение к русской традиции, иконописной традиции, мозаичной, подход к организации плоскости, очень плоскостный подход к организации пространства, переходят в американскую жизнь Рейихов и русская традиция, глубоко укоренившаяся и в жизни Николая, и в творчестве Николая Константиновича, и в жизни его семьи. По-новому, на новых берегах творчество переосмысливается. Во многом повлияло не только обучение Святослава на совместной работе с Николаем Рейихом, но и совместная, собственно, работа над театральными композициями, декоративными композициями. И в них мы тоже видим очень явную перекличку с русской иконописной традицией. Впервые Святослав начинает работать с отцом, работать, наблюдая творческий метод отца в Карелии. Когда он получает возможность больше находиться рядом с Николаем Константиновичем, Николай Рейих приучал сына к составлению красок, наглядно раскрывал секреты их особого звучания на полотне, давал уроки рисунка, композиции. По студии большого мастера кисти и опытного педагога, пишет Павел Беликов, послужила первой профессиональной школой молодому таланту. Сразу же была подмечена склонность Святослава к портрету. Именно здесь всего 13 лет от роду он создал два портрета отца в угле и один маслом на деревянной доске. Что любопытно отметить, что к карельскому периоду относятся и многие работы к краскам по дереву самого Николая Константиновича. Возможно, что это было вызвано недостатком холста в военное время. Тем более, это характеризует творческий потенциал Рейха, находивший себе выход в любых условиях. Вместе с отцом, изучая его творческий метод, изучая метод работы в пространстве, картины, как здесь говорилось, доски. Святослав учится и стилизовать художественные образы, стилизовать природные мотивы. Вот тот образ, с которого я начала, сказки джунглей, уже с долей условности передает не только природные какие-то элементы, но и образ самого человека. Его поза, его движение подчиняется пластичной линии шеи, спины, вот этой чудесной прическе, которую даже хочется потрогать. И этому движению, этой линии, которая подчеркивается сознательно, выбирается так, контрастный, контрастный цвет насыщенно-синий, лазурный. Этой линией вторит линии листьев какого-то огромного цветка или листа пальмы. А вертикали, которые мы видим при вертикали, вносят равновесие и армены. А стилизация, которая диктуется обращением Николая Константиновича к образам русской иконы, стилизация, выберенная веками, сначала византийской, а затем русской к написанной традиции. И переходит из живописных работ в декоративные. Вот здесь мы, например, видим панно для Ниццы, левая работа Корона Мунди 21-го года. И в театральное творчество это правая работа, астролог тоже 21-го года. Это эскиз к Снегурочке, ну, как варианты предполагают, что это может быть царь Гриндей. И сама толпа бояр тоже для эскиз для обстановки Снегурочки в опера компани в Чикаго 22-го года. тоже диктуется фигурами предстоящих, которые пришли из иконы. Путь Рерихов в Индию был очень непрост, и маршрут охватывал практически весь земной шар. мы знаем, что Рерих уезжает из Петрограда в 16-м году, уезжает, не собираясь изначально эмигрировать, уезжает в Карелию для того, чтобы поправить здоровье, а затем в 18-м году Карелия старшая самостоятельным государством, поскольку она была частью Финляндии, Финляндии дается независимость, независимая Финляндия очень жесткая, штыки принимала граждан России, только заступничество великого финского художника Гарина Калила помогло семье Рерихов беспрепятственно покинуть ставшую уже недружелюбной страну и отправиться дальше в Европу. По сути, начинается длинный, растянутый на многие годы путь на восток, но вот он идет через запад. После Финляндии, после выставки в Хельсинке, в Рерих проводит выставку своих работ в Стокгольме в ноябре восемнадцатого года, и по сути он продолжает очень активную выставочную деятельность с выставками, отправляясь дальше на запад. Париж и Лондон принимают семью Рерихов, Рерих отправляется также с выставками. Париж и Лондон в свое время с восторгом встречали Рериховское художественное оформление русских спектаклей. Считаясь тем, что разрешение на посещение Индии нужно было испросить у английских властей, Николай Константинович принял именно на предложение театрального деятеля Вичама. Так, весной 1919 года Рерихи распрощались в Финляндии через Скандинавию и направились к Британским берегам. Лондон для юных Юрия и Святослава совершенно новый мир. Я продолжу стереть частично. Павла Великова Вообще-то жизнь большого города была не в новинку выросла в Петербурге а там однако там был дом было все свое привычный с детского уклад родной язык близкие люди здесь же все не только чужое но и чуждое ко всему нужно было заново приспосабливаться. В Лондоне Николай Константинович сразу же приступил к исполнению театральных заказов и начал готовить персональную выставку. Открылась она в мае 1920 года. Выставка вызвала много новых предложений заказов связались обширные знакомства в научных и культурных кругах Великобритании началась подготовка к проведению научно-исследовательской работы в странах Азии. В листах дневника Рерих вспоминает мечталось увидеть Тогора замечательного философа общественного деятеля поэта и писателя древней Индии который обращался к древней культуре и в то же время это классик современной индийской культуры. Мечталось увидеть Тогора и вот поэт Сомолич в моей мастерской на Клинксет Террес в Лондоне в 1920 году. Тогора слышала о русских картинах и захотел встретиться. А в это самое время писалась индусская серия «Поносный Восток». Помню удивление поэта при виде такого совпадения. Помним, как прекрасно вошел он и духовный облик его заставил затрепетать наши сердца. Первая встреча с посланником великой культуры древней Индии, о которой Юрий и Святослав были уже много наслышан и произвела на сыновей Ирриха глубокое впечатление. Мысли об Индии стали все больше и больше о Владивасиме. Между тем, в первую очередь требовалось решить вопросы дальнейшего образования. Юрий стал и далее специализироваться по Востоку и поступил на Индо-Иранское отделение Школы Восточных Языков Прилонгландского университета. Относительно Святослава можно было предполагать, что с его талантом и уже приобретенными навыками он и далее будет совершенствоваться в живописи. Однако случилось по-иному. Он поступил на архитектурный курс и серьезно занялся строительным искусством. Родители не противились такому повороту тела, хотя и полагали, что их младший сын обязательно вернется к кисти и палитре. Возможно, что во временном отходе от них усматривалась даже некоторая закономерность. Святослав наследовал свойственную его отцу творческую многоградость. Николай Константинович не собирался задерживаться в Англии на долгое время и усиленно готовился к выезду в Индию. Однако в силу многих обстоятельств эта первая попытка попасть туда не удалась. Поэтому получив от директора Чикагского института искусства хорше приглашение выступить с выставочным трудом по 30 городам в США, Николай Константинович принял его и в октябре 1920 года оказался семьей в России в Америке. Через два месяца в Нью-Йорке в галерее Химбург состоялся вернисаж русского художника. В выставке сопутствовал невиданный в США успех. В первый же день число посетителей подошло к 10 тысячам. На вернисаже Рерихо была представлена Зинаида Григорьевна Фоздик Лихтман на тот момент будущим американский сотрудник большой дух его семьи. В своем первом посещении Рерихо Зинаида Фоздик вспоминает «Когда я пошла в большую студию и была принята там с тем чудесным радушем, естественно свойственным русскому характеру, не ожидала много других не менее забитых сюрпризов. Этот великий человек и его жена приняли меня как будто они давно меня знали. Более того, они начали мне рассказывать о своих планах на будущее, в то же время проявляя глубокий интерес к моей музыкальной и педагогической деятельности. И что поразительно, наши пути должны были сойтись. Труд внесения искусства и знания среди младежи Америки должны были связать с небесесними. Юрий Святослав продолжил свое образование в США. Юрий в Городском университете, который со степень бакалавра был закончен в 1922 году по отделению индийской филологии. После этого на время расстался с семьей, чтобы поклонить свои знания в Парижском университете, в школе восточных языков при Сарбоне, тогда крупнейшем центре европейского востоковедения. Святослав, сдав экстернный экзамен за два курса, поступил на архитектурное отделение в Колумбийском университете в Нью-Йорке и скоро оттуда перешел в аспирантуру Городского университета. Этот университет расположен в пригороде Бостона, Кембриджа. Это позволило Святославу Николаевичу одновременно заниматься скульптурным отделением, находящимся в Бостоне Массачусетского университета. В Бостонском музее изящных искусств собрана одна из богатейших в США коллекций скульптуры, что много помогло внувлению и расширению знаний Святослава Николаевича в этой области изобразительного искусства. Большой знаток скульптуры в дальнейшем участвовал в различных консультациях и экспертизах. Вот сейчас я опять отвлекусь от биографии и вернусь к художественному творчеству Рейхов Николая и Святослава. Как я говорила уже, вместе с отцом Святослав работает над театральными декорациями, над постановками, в которых также прочитывается русская традиция эскизы для снегурочки в опера компания Чикаго 1922 года и начинает проявляться традиция восточных фресок, традиция индийских фресок, традиция собственно восточного искусства, которое во многом глубокой древности еще на византийской почве сошлась с православной традицией, искусства и христианской традицией, и собственно на этой почве возникла прекрасная русская иконопись, феномик русской культуры по сути, на пересечении традиции восточной и традиции западной. в этих фигурах в эскизах костюмов для снегурочки мы видим уже более индийские образы, напоминающие фрески аджанта, например. Правая фотография просто черно-белая, но работа здесь уже была выполнена в цвете. Это тоже костюм для снегурочки, купала 21-й год. Я опять от Святослава хочу перейти к Николаю Константиновичу. Я хотела бы показать в каком среде, по сути, в какой атмосфере рос молодой художник, формировался его творческий талант. Потому что несмотря на то, что творчество Рериха переходит на другую почву, обращается к культуре Америки, к культуре очень своеобразной, тоже родившейся на сплаве различных традиций и западноевропейской, и местных особенностей, в некотором роде и африканской, и восточных тоже образов. Так вот, Рерих создает декорации для псковинтянки, и обращаясь, конечно же, к традиционной псковской архитектуре, очень мощной, монолитной, основательной, где храмы, где здания, как будто бы обретают свою жизнь и как бы тоже органически наполняют пространство, такое ощущение создается, что они тоже дышат и тоже движутся. Это действительно особенность псковской архитектуры, потому что очень крепкие, очень основательные и очень лаконичные по форме постройки выполнены из-за группового камня, и они действительно создают такое впечатление, что они движутся благодаря своим не совсем прямолинейным формам. Вот это Псков тоже 21-го года, эскиз для обстановки псковинтянка, которая не была осуществлена. И другой образ, который тоже предвосхищает знакомство с Востоком, знакомство и с буддийской традицией, и с традицией индийской. Это Атлан 21-го года, тоже работа Николая. Как я уже говорила, Николай Константинович отправляется в турне с выставками по Соединенным Штатам Америки. Он посещает во время путешествия и штат Мэн остров Монхиган. Показываю я здесь этюды, которые там написаны в 22-м году. И здесь мы видим, и сам Николай Константинович отмечает, что много общего, много общего и в самом ландшафте и даже в каком-то образном строе с Карелии. Провели они здесь лето вместе с Еленой Ивановной на острове Монхигану Атлантического побережья Америка, где художник создал знаменитую серию картин Ocean Series. Из Монхигана Николай Константинович писал Шибаеву, своему сотруднику, секретарю в Европу. Юрик уже в Париже. Светик, видимо, отходит от архитектуры, идет в искусство. Сегодня мы его ждем в Нью-Йорке, сидим на острове Сущей Финляндии. Те же скалы и хвоя и прохлады. И по самим образом мы видим очень много общего с карельскими и финскими работами. Например, идет побережье 22-го или 23-го года. Монографические работы, так же, как и многие художники, Николай Константинович отмечал в своих зарисовках цвет природного мотива. Если присмотреться, можно это увидеть для последующей работы над картинами. Отправляется и на юг, рядом с Мексикой. работа Рио-Гранда 21-го года, Таос-Куэбло, Нью-Мехико. Также зарисовки, видимо, из-за недостатка времени Николай Константинович не пишет утюг, а отмечает тоже какие оттенки видит он в природе. Цвет осенний зеленый, например, песочный и так далее. живописные этюды Нью-Мехико, Большой Канье, Санта-Фе и нижняя работа Большой Канье. И все же перекличка с Востока, все же образы Востока, образы буддийской культуры приходят и сюда. В 20-е годы Николай Константинович создает серию святых санктов. То есть опять-таки обращаюсь я к этому, чтобы показать, в какой творческой атмосфере, в каком контексте развивается в это время творчества Святослава. Создает, обращаясь исключительно к русской культуре. Хотя, конечно же, основываясь и на природных впечатлениях, на жизненных впечатлениях, полученных и на севере Америки, и на юге Соединенных Штатов, и очень насыщенный, очень контрастный, очень звучный цвет, во многом, конечно, эти объясняются. Знакомых работаем, и не убоимся, и мы приносим свет, открываем врата, продолжаем лов, труждаемся, книгу Голубины. В 20-е годы начинается очень активная деятельность и Рейриховских обществ. Они, собственно, появляются в это время. На фотографии мы видим сотрудников Рейриха в Америке. Фотография создана в Нью-Йорке 7 декабря 24-го года. Благодаря тому, что Рейрих знакомится с Лихтманом, мечтой Лихтманов, которые занимались музыкальным образованием. У них была музыкальная школа в Нью-Йорке. Создается Институт искусств, например. Воплощается мечта Рейриха об общеэстетическом образовании, которое он частично воплотил еще в рисовальной школе Императорского общества поощрения и художеств. где помимо художественных классов был создан любительский хор, которым руководил Степан Степанович Митусов. Познакомится Рейрих с чатой Хорши, который предприниматель Хорша оказал значительную поддержку, материальную поддержку. В его средствах было построено здание музея Рейриха в Нью-Йорке левой фотографии, мастер-билдинг, небоскреб, в котором проявляется и стилистика, конструктивная такая стилистика арт-деко. Митрая Рейриха разрабатывал сам Николай Рейрих, и в них также мы видим и обращение к культуре русской и к индийской поэтике. Собственно, в образе Рейля соединяются вот эти две традиции и русская языческая культура и образ Кришны, культуры индуизма. Вот эмблема организации мастер института объединенных искусств, мастер школы этого института объединенных искусств и занятия детской студии института объединенных искусств при музее Николая Рейриха, также эмблема об общественной деятельности Рейрихов, об общественной деятельности Святослава Рейриха, потому что он принимает пальму первенства от отца, когда старшие Рейрихи Николай, Елена и старший брат Юрий уезжают на экспедицию, Святослав остается, как сказали бы сейчас, за старшего, остается заниматься и организацией выставок, остается заниматься работами и в институте искусства, и в музее. И вот, собственно, после такого длинного вступления о работах Николая, я перехожу, собственно, к творческому портрету Святослава Рейха. Это его автопортрет в 20-х годах, в котором мы, как и во многих автопортретах, видим напряженное внимание молодого художника, который стремится подметить особенности своего лица. И в то же время в его работах и 20-х годов, и впоследствии есть и обобщение, и очень такая свободная творческая манера, которая определяется, на мой взгляд, в первую очередь очень высоким профессионализмом. Как я уже говорила, он был по образованию архитектором и скульптором. И вот это позволило ему в живописных работах очень свободно трактовать форму, потому что он великолепно умел это делать. Даже в легких зарисовках, в шаржах, вот мы только что видели портреты этих людей, сейчас фотографические портреты людей. Сейчас мы видим дружеские шаржи Святослава Рейриха, сверху вниз Зинаида Рихтман, Юрий Рейх, Нетти Хорш, Николай Рейх и Фрэнсис Град. Мы видим, что несколькими штрихами ему удается передать и особенности внешности, и какие-то привычные элементы одежды, ну как, например, у Зинаиды Лихтман и ее повязка, и в то же время психологическую характеристику. И даже некоторый восточный тоже образ и Юрия, и Николая Рейрихов, которые они сами себя отмечали, подчеркивали. Святослав впоследствии будет писать отца не только как профессора Рейриха, за столом у нас есть на выставке такие работы, но и в этнографических образов восточной одежде. Вот только что я показывала мастер-билдинг, созданный, там фотография была 30-х годов, открыт он был в 23-м году, и архитектурные рисунки Святослава Рейриха, в которых он также обращается к концепции небоскреба, небоскреба, который напоминает и какую-то стремящуюся ввысь ракету, и средневековый замок. Он опять же обобщает эти формы. Вот начинала я лекцию с сокровища ангелов, мы видим эту работу в музее Николая Рейха. Таким образом, традиция русская, традиция восходящая вглубь пиков, творчески переосмысливается на новой почве. А Святослав также разрабатывает декоративные элементы, решает декоративные элементы, в том числе и, видимо, задумываясь о структуре музея своего отца. Если этого не поскрыл, мастер-мизинг. Также архитектурные рисунки. Ну вот второй, возможно, это и подготовительный рисунок для декораций псковитянка, тоже напоминает архитектуру русского северо-запада. В это время Святослав Рерих создает иллюстрации, графические работы по мотивам восточных сказок, в которых мы одновременно видим исследование творческой манеры своего отца, причем не только в графических работах, но и в живописных. я показывала проекты, точнее, я показывала витражи, созданные по проектам Николая Рериха, и в самой пластике фигур тоже прослеживается и определенная условность, и в то же время стремление к пластике восточной миниатюры или индийских, китайских фресок. Вот эта же трактовка появляется и в графических работах по мотивам восточных сказок, созданных в Святославии. И в живописных работах мы видим и во многом следование творческой манере Николая Рериха, и в то же время новые черты, новые качества, которые уже позволяют говорить, что Святослав Рерих как самостоятельная творческая личность сформировалась. Это большая мягкость в трактовке портрета, большая пластичность, больше внимания не к обобщенному, не к типическому, как у Николая, а именно к индивидуальному. Вот действительно Святослав Рерих, он был великолепным мастером портрета. Хотя сама она и стилистика напоминает своей декоративностью, своей условностью, какой-то живописный ковер, и это нас отсылает во многом к работе Николая. левая работа глава францисканского монаха композиции 1923 года и правая глава индейской женщины 1922 года. Святослав в это время, в 20-е годы, много работает для театра и создает не только совместные работы с отцом, но и собственные эскизы. вот эскиз костюма Бога войны левое изображение, эскиз индийского костюма, обе работы 1923 года. Здесь чувствуется и изучение не только работ отца, не только прообразов, допустим, в японской как в левой работе или в индийской живописи, но еще изучение, конечно же, безусловно, современной для него, чуть ранее, чем современной для него традиции. Например, правая работа «Индийский костюм» очень напоминает трактовку фигур танцовщиков, костюмов Бакста и вот эти замечательные эскизы птица левое изображение и тибетский костюм правый. Святослав Рерих в это время погружается действительно в мир театра. Он вошел в группу талантливой новаторской мыслящей театральной молодежи в Бостоне и осуществил эскалом сокурсником по Гарварду в дальнейшем известном американским детским писателем самостоятельную постановку балета. Музыку к нему написал композитор Штейнерт. Танцевали популярные тогда в США танцовщицы сестры Брагноти. Работы Святослава Рериха для театра были замечены. Адоль Больм, много лет гастролировавший с Анной Павловой и принимавший участие в труппе Дягилева, с 1916 года жил в США, где и создал балетную труппу «Вэлтен Тайм». Именно из этой труппы вышла знаменитая впоследствии прима-балерина лондонской оперы «Комменкартен» «Руф Пейдж». Святослав Николаевич был приглашен в Ольмон для совместной работы и особенно много занимался созданием костюмов для спектаклей с участием Пейджа. Позже эти рисунки она использовала в работе с созданной ею в Чикаго балетной труппой. В сближении с театральными кругами Америки нашло отражение в портретном творчестве Святослава Ильиха. Сейчас, например, можем увидеть ту самую Руф Пейдж, Левуд Пейдж. Левая работа это греческий танец, эскиз кольцового для нее. И мы видим ее на фотографии. Она также очень узнаваема. И опять я обращаюсь к работе Николая это верхняя работа. Я уже показывала ее в Большой Корбюн Аризону 21-го года. Чтобы увидеть и общее с трактовкой пейзажа в работах его сына, также очень обобщенная структура, очень обобщенная форма, которая силуэтом, вот этот остров, город на скале практически силуэтом, обобщаются дома и природные мотивы, гора на фоне неба и в то же время частная. Также живопись Святослава более мягкая по своим особенностям. И вот даже ощущение создается, что у него сами мазки более такие движущиеся, более пластичные. Это не случайно, потому что Святослав много работает и маслом. Николай в это время больше переходит к темпере. Особенности самих красок даже определяют большую условность, большую декоративность, большую плоскостность или большую воздушность, как у Святослава. И вот собственно мы имеем уже в 20-е годы даже сложившегося художника со своим языком. Я сейчас пробегусь по работам более позднего периода, потом на следующих лекциях я к ним более подробно обращусь, чтобы увидеть и его основные мотивы, и его основные пластические особенности. Конечно же, это в первую очередь многочисленные портреты отца. Существуют и фотографические портреты практически с этой же точки, рядом, например, со скульптурой Губа Чухана, индийского князя в долине Кулу, рядом с поместьем Рейха в Кулу. Вот это работа 1937 года. И в то же время в живописном воплощении образа Рейха и больше драматизм, и больше эмоциональность собирается. Вот. Фотография. И хотела бы, конечно, я показать им работу Николая, также на индийскую тему, насколько, как он трактует этот образ, потому что очень интересно сопоставлять всегда отца и сына. Насколько они похожи и в то же время насколько они индивидуальны каждому. По-своему он обращается к традиционному искусству, ну в данном случае опять-таки к индийским фрескам в правой работе, в языке птиц в работе Николая. Вот. И в то же время вносят свои черты. Больше опять-таки условность, декоративность он приводит к какому-то символу. Он приводит к знаку. Вот. индийские этюды Николая Териха. и работа Святослава. По сути мы видим те же цвета, образующие колорит. Ну, например, я вернёмся к Николаю. Тот же контраст сиреневого и жёлтого. Тот же гармоний, который построен на контрасте. И в то же время Святослав почти здесь вот с фотографической точностью передаёт образ девушки. Хотя природа за ней она очень условна тоже. Более условна, более призрачна даже, более туманна, чем в работах Николая, где несмотря на то, что он обобщает природный мотив, эти элементы природные они очень декоративные, очень конкретные. Здесь как будто бы небо и силуэт горы перетекают один к другому. То есть такой более живописный подход. Вот это портрет старика Курску 1934 года, портрет Кулуты. Вот это знакомство со скульптурой, знакомство неповерхностное, глубокое работа со скульптурой, работа скульптором, не говоря уже о том, что работа архитектором, работа с конструкцией, мне кажется, очень сильно повлияла на Святослава и внутренней структуры его живописных очень по характеру образов. всегда очень ясна и выстроена. То есть формы очень объемные. Если мы видим, допустим, трактовку фигур девушки у Николая Рериха, она приводится практически к фресковой декоративности, то здесь очень такие материальные практически образы, напоминающие фотографии даже. Мужчины из Далинку 30-го года. И опять вот эта красочная структура ковра наперегонки. Эта работа у нас представлена на выставке. Вот у меня не очень удачная ее колористическое воплощение. Она намного красивее на самом деле. И фигура бегущей девушки также подчиняется общей плоскостности и даже ощущение создается, что она стремится эту плоскостность подчеркнуть. То есть она фронтально практически разворачивается. Несмотря на то, что Святослав великолепно передает и форму, и движение, здесь он сознательно практически ее распластывает, подчеркивает плоскостность. Силуэт свинки это кабанчик еще сильнее синий. Ощущение ковра цветного уже. Говорила я об этой работе тоже одна из самых, на мой взгляд, замечательных, самых замечательных на нашей выставке представленных. Рерихи в Индии входят и в культуру этой страны и знакомятся с виднейшими политическими деятелями, как, например, Джокхарлау Нейру или его дочь Индир Ганди, которые представлены на этой фотографии, которые посещают поместье Рериха в 42-м году. Конечно, это привело к тому, что Святослав выполняет и такие заказы, как сказали бы, притворные практически, да, это парадные предпортреты. И несмотря на то, что он остается верить себе, он остается великолепным рисовальщиком, он психологом и выполняет вот такие вот парадные практически условные заказы. Портрет Шериду Джокхарлау Нейру и портрет его дочери Индиры Концер. На следующих лекциях я более подробно обращусь к индийскому периоду в творчестве Святослава. Сегодняшняя лекция была посвящена именно сложению его художественного языка, то есть откуда возникли особенности его творческой манеры и общественной деятельности в Америке и в Индии. Это я завершаю. Продолжение следует... Продолжение следует...